Привет, друзья! День мы решили провести на море. Сейчас я вам его покажу. Посмотрите, какой шторм на высоком берегу. Какие волны до третьего этажа разбиваются. И вот мы сворачиваем в саму бухту. И насколько там спокойная вода, никаких волн почти, никаких бурунов. На этом пляже штормов не бывает. Сейчас покажу вам его поближе. Пойдем в Тихую бухту. Как она называется-то? Малая бухта Кучук. Пляж? Пляж Малый? Пляж Высокий Берег. А, Пляж Высокий Берег, да. А, собственно, Малая Бухта, вот эта она и есть. Вот эта Малая Бухта. Бухта Кучук раньше называлась. Сейчас пойдем, сходим, снимем, какая там тишина. Да. Зашли мы на пляж Высокий Берег. Вот эта бухта абсолютно спокойная. Чайки плавают, качаются. Еле заметная рябь. Люди загорают. Тут, кстати, купаться всегда хорошо. Вот, в частности, Мусина стоит с лестницы и сразу нырнуть. Не идти, как на пляжах песчаных, далеко по колено. Нырнул и поплыл. А с этой стороны вот такое море бурное. Тут шторм. Тут шторм. Тут шторм. Тут шторм. Ох, какие волны накатывают. Тут купаться, конечно, нельзя. А вот тут, пожалуйста. Ну, пойдём, пройдёмся по Галичному пляжу. Тут настоящая галька. И заходить не больно ноги, и не страшно. И выходить без проблем. В отличие от многих пляжей на высоком берегу, которые, конечно, называются Галичными, но гальки там нет. Камень на камне, валун на валуне. Ой, плавает дяденька, прям завидую. Дяденька и утки плавают. А в основном народ гуляет по пляжу, дышит воздухом и загорает. Ох, летом тут народу, видимо-невидимо. А зимой пустота, тишина и красота. Не, ну красота-то всегда, конечно. Ой, здесь как водороским не пахнет. И йодом. Наверное, это очень полезно. Вот такие тут всего лишь волны. Небольшие, ласковые. Прекрасные. Гуляем дальше. Лебедей не видать. Лебеди больше любят сетянные пляжи почему-то. Городской, в частности, центральный пляж. Может, потому что там народу больше. Их кормят там лучше. А вон, смотри, белый кораблик какой стоит. Рыболовецкий? Да уж, точно не прогулочный. Хамсу ловит, ага. Мелкая рыбешка хамса. Малосольная, до чего вкусная. Кабинки для переодевания здесь не убирают круглый год. Они стационарные. Соответственно, можно и купаться тут без проблем, переодеваться круглый год. Более того, есть кабинки, место для переодевания где-то вот там под крышей. Ну, вон еще кабинки. Да, а был это, как палатка летняя брезентовая такая натянутая, и там переодевались люди зимой. Что-то сейчас я не вижу. О, покажи. Лода 6 градусов. Ну, что-то мало. Вот такая классная лестница. Поднимаетесь по ней и оказываетесь на красивой набережной возле санатория Рысь. Пойдем выйдем. Вот это вид сверху на пляж «Высокий берег». Так он выглядит в конце января. Пляж пансионата «Высокий берег». Последние марши, последние пролеты лестниц. И выходим к санаторию Русь. Тоже он круглогодичный, да, санаторий? «Высокий берег» предприятия Краснодарского края. Бюджет Краснодарского края вообще мог бы сделать здесь эскалатор для инвалидов, например, спускаться. Да, хотя бы пандус наклонный. Но он есть только вот там, подальше. Пандус здесь невозможен. Вот тут музыкант всегда играет. Всегда? Ну да, очень часто, по крайней мере. А вот это парус. Звание в виде паруса в санаторий. Малая бухта. И вот так выглядят деревья голые зимой. А летом тут даже море не видно, когда листья. Ну, торговля круглогодичная, конечно, сувенирами. И всем таким курортными товарами. Кошки. Кошки обязательно круглогодичные. Всегда толстые. Они не худеют. Ни летом, ни зимой. Да они облезают. У них шерсть не такая густая. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нам будет приятно. Делитесь этим видео с друзьями. Поможете в развитии нашего канала тем самым. До новых встреч. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok